Оклахома-Сити Вы знаете, что по прибытии работникам, повторюсь, только черным, сообщили, что их черная кожа глубоко оскорбительна, что единственный способ искупить грех своей черноты — это извиниться за то, что родился черным, а потом работать над тем, чтобы стереть все следы своей принадлежности к черным. Прекратите проводить так много времени в компании своих черных друзей. Прекратите повторять то, что вам в детстве говорили ваши черные родители. Начните вслух признавать, что ненавидите себя за свою черную кожу. Представьте, что в нашей стране такое случилось. Что бы вы об этом подумали? Разумеется, вы бы ужаснулись. Это совершенно отвратительно. Нападать на людей за то, какими они родились, это всегда аморально. Кстати, еще и противозаконно. Минюст никогда не потерпел бы ничего подобного. Отдел по гражданским правам сегодня же закрыл бы такую программу и предъявил бы уголовные обвинения ее кураторам. При этом вы бы аплодировали властям. И мы тоже. Учитывая вышесказанное, задумайтесь над тем, что происходит прямо сейчас в одном из самых либеральных городов Америки, Сиэтле. Четыре года назад Хилари Клинтон получила в Сиэтле 87% голосов. Мало кто может превзойти их по верности демократической партии. На днях городские власти Сиэтла вызвали своих белых работников, только белых, на собрания и проинформировали их, что их цвет кожи — преступление. Город назвал это антирасистским тренингом. Подобные мероприятия сейчас проходят по всей стране — в школах, местных органах управления, корпорациях, вооруженных силах. Сиэтл назвал свой тренинг «разрыв усвоенного расового превосходства и белизны». Крис Руфо из City Journal захотел узнать, что именно происходило на таком собрании, и подал запрос о предоставлении документов открытого характера. Вот что он обнаружил. Белых работников в Сиэтле поставили в известность, что их так называемые «белые качества» оскорбительны и неприемлемы. Эти качества включали в себя перфекционизм, объективность и индивидуализм. Работникам повелели прекратить проявлять эти характеристики. Вместо этого им приказали заняться, цитирую, «работой по аннулированию вашей собственной белизны». Чтобы достичь этой цели, чтобы стереть черты, с которыми они рождены, белым работникам в Сиэтле приказали отказаться от следующих вещей. Приказали отказаться от комфорта. Приказали отказаться от совместного времяпрепровождения с семьей. Приказали отказаться от гарантированной физической безопасности. От контроля над другими людьми и над землей. От отношений с некоторыми другими белыми людьми. От любезности соседей и коллег. и, цитирую, «от уверенности в своей трудоустройности». «Готовьтесь стать безработными, бледные работники Сиэтла. Нам отвратителен ваш цвет кожи». Все это действительно произошло в Сиэтле. Если вам нужно больше подробностей, прочтите новую статью Криса Руфа. Но, повторюсь, подобный беспредел творится повсюду, не только в Сиэтле. Подобное наверняка будет происходить осенью в школе, где учатся ваши дети, и никто не станет предварительно спрашивать у вас разрешения. Они просто подвергнут ваших детей нападкам за то, какими они родились. И, кстати, люди, занимающиеся такими нападками, могут совершенно серьезно рассказывать, что они категорически против лечения от гомосексуализма, потому что, конечно же, аморально пытаться изменить природу человека. Они даже не заметят парадокса. Дело не в принципах. Дело в ненависти, унижении и власти. Дело в причинении вреда людям, как всегда. То, что 60 лет назад в Алабаме людей называли неполноценными из-за цвета кожи, было неправильно. Ничуть не менее неправильно то, что происходит сегодня в Сиэтле или в Ельском университете, или в штаб-квартире Гугл, или в школе, где учатся ваши дети. Нападать на людей из-за их расовой принадлежности — это грех. Для страны нет ничего хуже. Можно пытаться маскировать это в духе Оруэлла, называя антирасизмом. Но это чистейшая расовая ненависть. Она разрушит Америку быстрее, чем что-либо другое. Не миритесь с этим, сопротивляйтесь, высказывайтесь вслух, давайте отпор. Так не должно быть. Пока вы не подниметесь, это будет продолжаться. Редактор субтитров А.Семкин